Здравствуйте, дорогие друзья, я беременна. Мне было безумно неприятно, особенно то, что это было от близких, от знакомых. На следующий день, 18 мая, мы решили сначала отправиться в Измайлово, погулять там, по Кремлю. И когда мы поехали в Измайлово, меня подвели в гугл-карты, и мы уехали на одну станцию метро дальше. То есть мы уже выходим в город, точнее, это была какая-то парковая зона, мы выходим, и оказывается, что нам надо еще целый час идти до самого Измайловского Кремля. Я, наконец-то, наконец-то, я попала на барахолку. Огромное количество вещей, вот я бы там залипла на несколько часов. Я очень давно хотела красное платье в белый горошек, но не могла найти ничего подходящего, либо горошек был слишком маленький, либо ткань какая-то неприятная, либо еще что-то, либо платье короткое. И вот нашла себе такое платье, оно винтажное. Купила я его за 250 рублей у женщины. Я его вижу, подхожу, спрашиваю, сколько, отдаю, что такое 250 рублей для такого платья. Там безумно красивая посуда, винтажное, безумно красивое украшение, винтажные сумочки, одежда, просто какие-то бэушные вещи. В общем, обязательно там побывайте, если никогда не были. Были мы в Кремле, хотели проникнуть вовнутрь. Сегодня там бесплатный вход, потому что ночь в музеях, но там такая очередь. И мы решили пойти вот на Старый Арбан погулять здесь, но они, конечно, очень гудят, но у нас есть два часа еще, потом поедем отдыхать в отель. Мы пришли в обеду в вареничную. Давно тут, кстати, мечтала побывать, давно узнала об этом ездении, но не приходилось тут еще кушать. Я думаю, заказать вареники с картофелем и грибами. И можно, например, тут выбрать добавку. Я думаю, выберу вот сметану. Мне уже принесли какао, и я очень рада, потому что вчера мне принесли. Мы купили, и он был жутко не сладкий. Я очень хотела сладкий какао, но, в общем, вчера у меня была печаль. Не, этот сладкий, все отлично. После этого мы поехали опять в хостел, там отдохнули несколько часов, и уже на метро отправились на вторую презентацию, которая проходила на улице Тверской, дом 8, там находится книжный дом Москва. Там уже была не просто моя личная презентация, там было целое мероприятие, которое устроили в честь ночи музеев. Там, например, проходил показ шикарных шляпок от дизайнера Екатерины Вологдиной. Выступали девочки-бьюти-блогеры, которые тоже недавно издали книгу. И потом была наша презентация, наша это моя, и сексолога, уролога, дерматовенеролога Екатерины Макаровой, которая тоже презентовала свои книги. И давайте посмотрим фрагмент, как это было. Я в этой книге увидела столько стилей, которых я вообще не знала. Вот расскажите о самых необычных. Лучше сказать, что есть самые популярные стили, это те, которые сейчас... Я бы сказала, что это то, что сейчас эксплуатируется масс-маркетом, такими брендами, как Zara и H&M. Это то есть все, что мы с вами видим на улицах, и, соответственно, то, что мы с вами не видим, это уже можно даже считать экзотикой. Ну, то есть получается, что очень много таких вот стилей, особенно такие эпатажные, яркие, потому что то, что мы с вами видим на улице, оно достаточно нейтральное. Конечно, стилей намного больше, потому что стиль, в первую очередь, это образ. И огромное количество... Можно то есть еще книгу написать еще о 100 стилей, где рассказать о других стилях, например, которые происходят, от каких-то сказочных персонажей. Вот, вспомни, например, можно сказать, что есть стиль красной шапочки, не знаю, от каких-то персональных, например, называемости Майкла Джексона. Огромное количество таких стилей. Лично вот для меня, мои муси все дорогие такие стилей, как цирк, гиг. Вчера, например, у меня тоже была презентация, я пришла в стиле мини-маус. То есть все, что такое яркость, одное... Как им, нашим гостям сегодня воспользоваться вашей книгой, чтобы найти себя и гармонию? Да, я бы сказала, что не только молодые могут воспользоваться, вообще все абсолютно взрослые. Я, когда создавала эту книгу, преследовала сразу несколько целей. Во-первых, конечно, ее интересно читать просто для того, чтобы ознакомиться как раз-таки с многообразием стилей, с огромным количеством образов, которые можно создавать, например, на фото- и видеопроектах. То есть это в первую очередь для тех, кто занимается стилистикой для фотосессий, либо кто каким-то образом связан с видео какими-то проектами. То есть здесь можно найти огромное количество идей. Также по тому, как создать свой гардероб, написано огромное количество книг, есть огромное количество теорий. Но лично я за то, чтобы человек выбирал то, что подходит его характеру, его внутреннему миру, его индивидуальности. Потому что ведь каждый стиль, он несет в себе какой-то характер. То есть, например, байкерский стиль — это что-то брутальное, это какое-то желание нарушать правила. Если мы выбираем, например, какой-то романтический стиль, значит, это наоборот, подчеркивание женственности. Морской стиль — это жажда путешествий, это уже какой-то такой авантюризм. Когда я уже эту книгу, например, получила, стала ее читать, перелистывать, и мой взгляд зацепился, например, за гусарский стиль, и я поняла, что я хочу себе мунтир вот такой гусарский. Ну, по типу такого. Мне немножко, да, нравится стиль милитари, но тогда вот я как раз хотела красный, там вот есть, мы можем даже найти, если вы можете. Гусарский стиль. Это красный мундир с какими-то деталями, с эпалетами. И вот я купила в Secondhand себе пальто, укоротила, его задекорировала. И вот вчера, по-моему, вышел мне на канале клип, где можно меня увидеть в этом мундире. То есть это как для каких-то проектов, так и чисто для своего гардероба, когда вы смотрите, вдохновляетесь чем-то, и можете даже подумать, о, я хочу вот такую вещь в таком стиле, или хочу одеться в таком стиле. Да, то есть одежда, она же всегда говорит что-то о нас, хотим мы этого или нет. И благодаря этой книге как раз-таки можно посмотреть и понять, а что же вы хотите сказать о себе с помощью одежды. Кстати, вот этот наряд, который вы увидели на мне на презентации, вызвал тут же скандал. И самое то, что обидное, мне написали мои знакомые люди, то есть кого я знаю, с кем я, в принципе, хорошо общалась. Мне спросили, ты беременная? Потом мне еще родители позвонили и тоже, прости за нескромный вопрос, а ты не беременная ли? И несмотря на то, что это там мои знакомые, что это мои близкие, вы знаете, вот хочется сказать, вот вам зачем нужен мозг? Вообще, что у нас случилось с тактичностью? Почему люди вот так вот в лоб задают такие вопросы? Ну вот представьте, да, вы задаете такой вопрос девушке, ты беременная? А, например, а вдруг она недавно потеряла ребенка, и для нее это был такой сильный удар, что она поправилась сильно на этих нервах, там, да, заедала как-то свою вот эту горечь утраты, и у нее появился животик, а вы тут про беременность. Или девушка давно ждет ребенку и никак не может забеременеть, а вы спрашиваете, не беременная ли ты? А вдруг у человека просто вздутие живота, он тут мучается весь, у него живот болит, а вы с таким идиотским вопросом. Ну, короче, блин, ребята, думайте вообще, прежде чем задавать такие идиотские вопросы. Наверное, если бы я действительно была беременной, во-первых, я бы сказала об этом тому, кому считаю нужным. Я выбирала платье, которое, во-первых, мне нравится, мне нравится, как оно на мне сидит, и уж тем более я не ожидала, что когда я приеду в Москву и буду там питаться, ну, не совсем правильно, так скажем, у меня немножко вздуется живот, он будет такой округлившийся, то есть я не могла этого просчитать, уж простите. Мне было безумно неприятно, особенно то, что это было от близких, от знакомых, и от кого-то там, от каких-то незнакомых левых чуваков, которые вообще пишут каждый день бред, это мне вообще пофигу. 19 мая мы выселились из хостела, и уже решили поехать на ВДНХ, я там была уже пару раз, Федя там ни разу не был, и я с большим удовольствием прогулялась снова по любимому местечку, и мы, кстати, дошли до садов, до цветов, где высажены грядочки, я там ни разу не была. Конечно, в этот парк можно возвращаться раз за разом, и это просто невероятное наслаждение. Я надеюсь, вам было интересно узнать, как я съездила на презентацию своей книги, еще раз всем большое спасибо, и всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!